Привет! Какая картинка четкая, как хорошо, приятно видеть таких людей. И фон. И фон хороший, да, сразу видно, человек просто подготовленный. Вы на канале Интересные Люди. На моем канале Велес Мастер Лайв Ченнел, ссылка на который в описании, под одним из видеороликов, где я общаюсь с пользователями чат Рулетка, большинство написало, что вам очень понравился парень, который пародировал голоса разных персонажей. Поэтому я решил с ним созвониться и записать с ним отдельный видеоролик, но уже для этого канала. Приятного просмотра! Привет! Я для начала хочу нашим зрителям объяснить, как мы с тобой познакомились. А познакомились мы с тобой случайно в чат Рулетка. Ну, для начала ты расскажи о себе, откуда ты, чем ты занимаешься, чтобы зрители получше тебя узнали. Я из города Краснодара. Пока что сейчас ничем не занимаюсь. Сижу дома, потому что недавно, не так давно в больнице вышла, у меня рука поломана. Ну, еще там три ребра и легкая проткнуто было ребром. А так учился в модельной школе. После модельной школы, ну, когда руку поломал, пока что модельная школа завершилась. В ютубе, когда лазил, увидел, как озвучивают голоса. И мне стало интересно. Я вот примерно неделю где-то пытаюсь пародировать голоса. Видел я твою историю, как ты поломал руку. Может, об этом расскажешь, кстати, как это произошло. Мы с друзьями, у нас в Краснодаре там 50 лет такого типа не было, потому что снега много. Мы решили покататься с дамбы. В итоге с дамбы покатались, нам не понравилась маленькая скорость. В итоге решили привязать надувную подушку к машине. Начали кататься. Я другу говорю, быстрее, быстрее. А у него лысая покрышка на шестерке была. В итоге машину занесло. И я влетел на этой подушке в стол, поломал руку, три ребра, и одно ребро проткнуло легкое. Я сначала думал, поломал позвонок, потому что я лежу, мне трудно начинать дышать, не могу пошевелиться. Но в итоге, когда уже встал нормально, чувствую, что как будто что-то оторвалося внутри. Но это легкое. Типа пробилось, и из-за этого там скопление воды мне функцию на легкое делали, на операцию руку делали, вставляли в пластину. Это Бритни, беда. Откуда у тебя вообще желание появиться? То есть ты просто увидел на ютубе, что люди пародируют чьи-то голоса, решил попробовать, получилось, и тебе понравилось. Ну да. Как это происходило вообще? Как ты это делал? Я включал фильм, например, и когда на протяжении фильма смотрел, как у него голос, и пытался пародировать. Ну тебе же нужно слышать себя со стороны, то есть так ты говоришь или нет, или ты просто как интуитивно подбирал голос? Ну, например, вот я в наушниках сейчас сижу, я просто, например, ухо одно отбегаю, и я слышу, получается, свой голос, как он у меня сейчас. И, например, вот я вот так вот говорю, и я слышу, какой у меня голос. Сколько, примерно, персонажей вот ты на данный момент за короткое время смог спародировать? Ну, нормально у меня получается Дэдпул, Джокер, из Мафии, Стич, реклама ВКонтакте, говорят, что нормально получается. И они, да, типа, там она короткая, типа, онидап.ком, озвучена не для продажи. Мы сегодня послушаем тогда парочку твоих озвучек, да, короткие такие зарисовочки, и сегодня попробуем сделать, мы возьмем старый мультфильм, который все знают, и озвучим его по-новому. Да, так скажем, вдохнем в него новую жизнь, но озвучим уже голосами новых актеров, которые также полюбились. Кого-нибудь нам продемонстрируй, кого ты умеешь. Меня зовут Фрэнки, я еще своего брата Джорджа, он мне задолжал огромную сумму денег и смынулся. Это из мафии, Джокер, например. Знаешь, откуда у меня эти шрамы? Мне их место и оставил отец. Ну и мой любимый персонаж Дэдпул. Ну, конечно, с вами капитан Дэдпул, который вчера впустил чувака на кебаб, а его именно коронная фраза «Мои мягкие французские булки». Да, с вами капитан Дэдпул. Вот он такой голос делал, когда у него какие-то были ироничные сцены, и когда он был в маске, но когда он снимал маску, ты же видел, что у него голос, наоборот, становился очень грубым. Да, в маске, кстати, я когда маску одеваю, когда так говорю, там голоса совсем другие. Типа в маске один голос получается, а без маски другой. Ну и мягкие французские булки. Да, с вами капитан Дэдпул. Кого ты еще умеешь из каких-нибудь героев? Раз из Венома. Ну не помню там какой именно голос, но у него грубый, я помню, был. Сейчас попробую. Я торгу твои руки, ноги, ты станешь безрукой, безногой какашкой, балдыхающейся в канализации. Ведь ибо мы личной тачки. Да, не ты нашел вас, это мы нашли тебя. Мы есть Веном. Да еще надо учитывать то, что звук передается немножко искаженно, все равно через... Да, это еще зависит из-за микрофона. Через наушники, микрофон, поэтому звук немножко не так передается. Момент из мультика, когда Винни-Пух и Пятачок идут в гости к кролику. Кролика озвучить как Веном. Винни-Пуха, например, с голосом Джокера. Или там... А Пятачка, например, голос Дэдпула. Вот, я же тебе об этом и говорил. Пятачок с голосом Дэдпула, Винни-Пух с голосом Джокера, а кролик с голосом Венома. И мы заново посмотрим, как этот мультик будет звучать. Это будет своего рода такой гоблинский перевод, но уже с более знакомыми голосами. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра это нора. Ага. А нора это кролик. Ага. А кролик это подходящая компания. А подходящая компания это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю. Эй, кто-нибудь дома? Нет. И незачем так орать. Я и в первый раз прекрасно слышал. Простите. Это совсем никого нету? Совсем никого. Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать совсем никого. Слушай, кролик. Это случайно не ты? Нет. Не я. А скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел к своему другу Винни-Пуху. Ой. Так ведь это же я. Что значит я? Я бывают разные. Я значит я, Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Ну, действительно, Винни-Пух. А это кто? Это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну, хорошо, входите. Между прочим, здесь написано вытирайте ноги. Вы-ти-ра-й-те. А, понятно. Не такое это простое дело ходить в гости. Когда войдем, главное дело вид, будто мы ничего не хотим. Логом. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может, ты все-таки войдешь, раз уже шел мимо. Ах, да. И я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумал, а не зайти бы нам кролику. Умывай их-то. Пух. Тебя еще намазать. Мед или скушенного молока. Тебе меду или того и другого? Того и другого. И можно без хлеба. Ну, мы пошли. Сразу никто не уходит. В гостях так не принято. Уже уходите? Да, нам пора. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Большое спасибо. Ну что же, если вы больше ничего не хотите... Разве еще что-нибудь есть? Ты никогда не торопишься? Нет. До пятницы я совершенно свободен. Ладно. Посидим еще немного. Да, нам пора. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть. Нет, по правде сказать, я и сам собирался уходить. А, ну хорошо. Тогда мы пошли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Здорово. Не за что. Как же, как же. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. Очень рад. Ну, мы пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok